Всем привет! Сегодня я расскажу вам о книге под названием «Победители чудовищ» автора Джонатана Страута. Она оставила во мне двояких впечатлений, на прежде чем я перейду к ним. Немного о сюжете. Жил-был воин, Свейн, а также другие его соратники. В те же времена по земле ходили чудовища под названием Трои, пожирающие людей. И вот Свейн вместе со своими коллегами их победил. И позже каждый из этих людей основал свой дом, от которого шел прямой род этого человека. И в этом самом доме, то есть здесь дом не прямой смысл, а что-то вроде клана, жили и другие люди тоже. Прошли века. Мир более-менее теперь устоялся. Существует совет, который регулирует какие-то спорные вопросы между домами. Великие герои покоятся в курганах, которые защищают их от травок, которые по-прежнему, согласно легендам, могут напасть на человека. И вот клана с останками вот этих великих предков своих потомков защищают от этих чудовищ. И в эту эпоху живет один человек, который обожает легенды о своем предке Свейне. И так получается, что у него создается возможность не только слушать истории отчих его подвигов, но и творить свои собственные подвиги. Вот такая вот книга. Такой вот, я не знаю, наверное, фэнтези, жанр. И почему у меня осталось двоякое впечатление? Дело в том, что будь я, наверное, помладше, будь у меня другой возраст, я бы просто влюбилась бы в эту книгу, я бы ее просто обожала, перечитывала бы бесконечно, и вообще выучила бы наизусть. Но, однако, я не очень, так сказать, подросток, и, к сожалению, поэтому были моменты, когда у меня возникало не очень навязчивое, но, тем не менее, возникало желание оставить эту книгу и начать читать какую-нибудь другую. Тем не менее, я продолжала, потому что мне уже просто стало интересно, сейчас все это закончится. Концога, кстати, вас немножко удивит, по крайней мере, я ожидала чего-то другого. Вот, я так и не поняла, понравилась мне эта книга или нет. Скорее, скорее все-таки понравилась. Тем, кто у меня младше, тем она, безусловно, понравится, за остальных ручаться, конечно, не могу. Вот, так что это, собственно, было все, что я могу сказать об этой книге. К сожалению, это почти ничего, но уж то есть, то есть. Всем пока, приятного дня!